всем привет с вами дмитрий урсул и добро пожаловать на экспресс курс по logic pro 11 в этом курсе мы с вами познакомимся с секвенсором logic pro и как вы уже понимаете это будет именно ознакомление то есть я вам просто представлю секвенсор в его в современном виде в самом можно сказать навороченным и этот курс конечно же нацелен на тех кто только-только вот перешел может быть на систему mac может быть вы перешли с другого секвенсора может быть вообще только вчера решили начать заниматься музыкой и обратили внимание на то что на рынке есть logic pro такая программа в общем этот курс для вас несмотря на то что у нас в нашей школе лоджик про help уже давно существует очень много продвинутых курсов по лоджику я специально в этом курсе не буду касаться каких-то очень таких сложных функций потому что еще раз говорю задача этого курса вас познакомить с программой на то есть нацелено именно тех кто вот только-только вчера или там ну недавнем времени решил для себя что он будет заниматься музыкой и выбрал себе вот для в поле внимания свое взял секвенсор logic pro я в этом курсе расскажу его особенности его преимущества его нюансы мы познакомимся с интерфейсом то есть где что находится если вы переходите с другого секвенсора вам благодаря этому курсу будет проще это сделать но а все более какие-то сложные продвинутые функции которые конечно же вложек про присутствуют у меня разобраны в большом курсе продвинутый курс по logic pro тут их 12 штук частично они эти курсы записывались еще на предыдущей десятой версии но logic это такой секвенсор который не меняется с годами он только дополняется новыми функциями то есть в этом его как я считаю очень большое преимущество то есть вы открывая каждый раз новую версию обновление выходит там где-то порядка раз в год раз полтора года имеется глобальное обновление вы не удивляете что ой все поменялось все куда-то передвинулась какие-то там новые окошки появились нет просто появляются новые функции новые редакторы новые какие-то возможности новые настройки но в целом секвенсор вот в таком виде в котором он есть сегодня logic pro 11 уже существует минимум 11 лет с появлением десятой версии когда logic прям точнее apple очень глобально обновил этот секвенсор но и даже до этого 9 8 7 версия они тоже были очень близки к тому что есть на сегодня у нас на рынке поэтому лоджик в этом плане очень такая консервативная программа очень удобная то есть в нее можно прям смело тратить время на ее изучение потому что со следующим апдейтом когда apple выпустит его не будет такого что я столько времени потратил на изучение опять мне надо заново все изучать то есть такого в этом секвенсоре нет что очень хорошо то есть все функции находится на тех же местах все остается также просто сверху добавляются новые функции и даже в сегодняшнем современном 11 лоджике можно найти функции еще из восьмого и седьмого лоджика они там просто запрятаны под капотом но они есть это в том числе тоже преимущество потому что вы можете открыть какие-то сессии записанные там 10 лет назад 12 лет назад спокойно на современном лоджике все будет работать но об этом еще поговорим на какие-то супер продвинутые функции я буду ссылаться на продвинутый курс если я буду что-то упоминать в этом экспресс курсе я буду говорить что это я разбирал там в продвинутом курсе то есть сразу такой дисклеймер чтобы вы из-за этого не переживали то есть еще раз экспресс курс предназначен для того чтобы быстро собственно экспресс вас познакомить секвенсором и просто сделать такой некий общий обзор того что у нас есть вообще в секвенсоре какие возможности он дает и на практике быстро показать какие возможности присутствует а дальше вы уже если выберете для себя этот секвенсор как основной и заходите его изучать более подробно то welcome на серию курсов продвинутый курс по лоджик про и также серии лоджик про на практике частью из которых как раз является экспресс курс где мы более подробно разберем уже все дополнительные функции дополнительные редакторы в вообще максимально углубленном режиме но давайте вернемся к экспресс курсом значит лоджик про это у нас как я уже сказал секвенсор от компании apple который занимается ему же почти 20 лет это профессиональный продукт то есть они максимально в него вкладывают ресурсы поддержка и конечно же он максимально адаптирован под современные mac os системы и естественно под процессоры apple silicon 11 версия вышла относительно недавно буквально в мае этого года 2024 и уже там маленький апдейт произошел там чисто поправили какие-то нюансы но в целом сейчас секвенсор довольно комплексный в нем есть очень много уникальных функций которых нет в других секвенсорах и у меня есть знакомый кто пользуется лоджиком именно ради этих функций чтобы там что-то сделать а потом возвращаются свой привычный секвенсор и там уже там делать какую-то основную работу ну а кто-то в принципе переходит полностью на лоджик про так что программа перспективная программа надежная потому что за ней стоит компания apple сами понимаете который производит и железо производит и оборудование и операционную систему естественно лоджик будет ну как минимум всегда конкурентоспособен всегда будет поддерживаемый ну потому что с компанией apple вряд ли что-то случится кардинальное в ближайшие годы вот поэтому можно смело принимать решение тратить время на его изучение и связывать ну можно сказать с ним свою жизнь музыкальную и им заниматься что я собственно сделали 10 назад даже уже больше 12 и занимаюсь тех пор чисто лоджиком работаю в лоджике занимаюсь сведением мастер-команжировкой и всех функций лоджика мне максимально хватает я ни разу не испытывал какой-то потребности в переходе на какой-то другой секвенсор или каких-то отдельных функциях поэтому я вот могу вам смело не считайте рекламы apple мне конечно же не платит за мои слова просто на моем опыте поверьте этот секвенсор того стоит это официальный сайт сам секвенсор можно купить в апсторе то есть если у вас поддерживается ваша mac os то вы можете купить спокойно logic pro 11 современную версию то есть у нас поддерживается как предыдущая винтура так и современная санома операционной системы ну и соответственно если ваш мак тянет эти системы то автоматически он и потянет лоджик то есть тут не нужно смотреть какие-то технические характеристики сложные вашего мака просто сам факт что если ваш мак тянет современные операционные системы то он и соответственно автоматически потянет новую версию лоджик поэтому вы просто вбиваете в поиски appstore logic pro находите официальную страницу на appstore этой программы и у вас здесь будет кнопка купить ну если вы находитесь в россии то сейчас покупка возможно только через оплату мтс и билайн сотовой связи то есть может туда деньги кинуть и оплатить ну есть еще возможность там взять реальную версию хотя сейчас я не честно говоря не знаю насколько она работает с ну с нашим рынком по идее должна она помогается на полгода если не ошибаюсь ну и также есть всякие другие способы как найти программное обеспечение я сейчас это упоминать не буду но думаю вы поняли о чем я в общем такая у нас программа по возможностям еще раз быстро пробегусь эта программа нам позволяет естественно делать полный продакшен то есть сделать полноценную запись звука аудио запись миди плюс есть в нем встроенные уникальные редакторы такие как session players которые появились в 11 версии то есть это скажем так нейросеть которая генерит для вас музыкальный материал то есть это барабаны бас и клавишной партии то есть сам logic под ваши запросы под выбранную стилистику будет генерировать вам классный живой контент который был сыгран реально живыми людьми потом обработан нейросетью и уже под ваши нужды адаптирован под ваш проект под ваш темп под ваш под вашу тональность и так далее то есть это тоже очень крутая история которой ну аналогов практически нету среди других секвенсеров далее конечно же это обработка звука это поддержка всех современных плагинов сторонних и инструментов и синтезаторов то есть вы можете на logic установить все что угодно все что в принципе работает на системе mac os обработать делать профессиональное микширование звука сведения делать профессиональный мастеринг то есть все это позволяет программ также редактирование тюнинг вокала тоже есть встроенный редактор для тюна вокала изменение темпа то есть вы можете аудио файлы растягивать сжимать подгонять под темп также отличный редактор smart tempo который позволяет вам ну скажем так какие-то неровно записанные партии приводить к единому какому-то темпа треку и подводить под сетку проекта но это я тоже упомяну в этом курсе чуть-чуть вкратце но поэтому у меня есть отдельный курс в серии logic pro на практике как раз по smart tempo и в продвинутом курсе так что программа на самом деле полноценно профессиональная то есть в ней особенно с 11 версии добавилось еще много полезных классных функций которые вы можете получить также есть возможность микширование звука в dolby atmos то есть можно с ураунд звук сводить прямо в наушниках есть там специальный плагин dolby который эмулирует вот эту студию 71 или 51 и так далее смотря какой формат вы выберете и делать микширование в dolby atmos для apple music для программы музыка от apple которую тоже можно с ураунд виде аудио поставлять как для дистрибьюции и доступно на все их эпиловских наушниках будь то apple там airpods или подсмакс слушать просто в спешил аудио то есть когда у вас звук как будто 3d вокруг сверху сзади то есть logic это тоже из коробки прям позволяет не надо никаких дополнительных плагинов покупать докупать то есть в этом плане а logic на самом деле является реально одним из на это самых крутых и передовых программ на рынке потому что здесь в нем есть все вообще есть все здесь очень большой набор инструментов встроенных здесь очень большой набор плагинов то есть по сути вам даже не нужно ничего заморачиваться покупать стороне устанавливать то что принципе можно чисто средствами лоджика сделать крутой продакшен и я это в своих курсах неоднократно показывал еще неоднократно буду показывать так что такое знакомство с logic pro переходите надеюсь вы его уже себе установили и в следующем видео мы с вами поговорим уже о самом лоджике его настройках и будем постепенно начинать знакомиться с интерфейсом программы